На сцене уже все готово. Расставлены декорации. Раскинут шатер, загорается очаг и совсем скоро сюда придут цыгане после трудового дня. Они рассядутся вокруг и пожилая цыганка оживит старую легенду. «Легенда о скрипаче» – так называется спектакль. Это история о жизни в цыганском таборе, красавице Джаланке и талантливом скрипаче Гезе. Спектакль наполнен цыганскими мелодиями, танцами и песнями. Режиссер-постановщик Анна Вовчок приехала в Хакасию из Санкт-Петербурга по рекомендации старших коллег и педагогов. Поработав в театре, Анна поняла, почему в республике говорят «Сказка – это наше всё». Я ещё разговаривала с разными режиссёрами, прежде чем сюда приехать. Одна моя знакомая сказала, что в этом театре работают феи в мастерских. Задумка материальной части, кукол, декорации, костюмов была выполнена настолько точно по эскизам, как нарисовала художница. И очень приятно работать с актёрами. Такой профессионализм очень редко, где встретиться в плане кукловождения. Насколько люди трепетно относятся к своей профессии. Это очень большой труд на самом деле. И это вызывает огромное уважение. В постановке участвуют самые разнообразные системы кукол. Гростовые, перчаточные, теневые, марионетки. Они передадут дух романтичного и страстного характера этого народа. Спектакль зрители увидят совсем скоро. Ну а прямо сейчас у наших телезрителей есть уникальная возможность понаблюдать за тем, что же происходит за кулисами. А здесь актёры готовятся к своему выходу и о чём-то договариваются с куклами. Здравствуйте. Ну, в данный момент сейчас я его подвязываю, потому что случилась небольшая накладочка. А так, перед каждым выходом на сцену мы с ним договариваемся, чтобы нити не запутались, чтобы от работы всё чётко. Моя первая марионетка, поэтому отношусь к ней очень трепетно. Про этого парня, знаете, есть такая фраза. Вот гений никогда не скажет, что он гений. Вот я думаю, это про этого парня, потому что в сюжете как раз-таки нашего спектакля он скрипач, которого одарила даром богиня. Ну, я думаю, он не совсем об этом подозревает. И не все его дар тоже могут принять. Вот так. Одна из главных тем спектакля – эгоизм. По замыслу режиссёра нужно обязательно помнить, если ты проявляешь эгоизм по отношению к другим, то сам тоже от него страдаешь. Главному герою, попавшему под влияние эгоизма близкого человека, придётся делать выбор, что важнее – любовь или дело всей жизни.